В начале года Екатерина прямо на работе упала в обморок. Оказалось, что внезапный приступ – предпосылка серьёзной патологии – мальформации лобной доли. При неблагоприятном сценарии сход мог бы быть печальным, но сегодня девушки проведут операцию. В июле я ложилась на ангиографию, такая процедура. После ангиографии мне предложили вариант – Челябинск или Тюмень. Я осталась здесь. Врачи очень добрые, отзывчивые, понимающие. При мальформации кровеносные сосуды скапливаются и запутываются. Образовавшийся клубок затрудняет поступление кислорода в мозг. Если заболевание не вылечить вовремя, оно может спровоцировать инсульт. Чем хороша эта хирургия? Если всё проходит благоприятно, если всё проходит по плану, как мы запланировали, то после этого мы человека можем выписать абсолютно здоровым, он ведёт абсолютно нормальный образ жизни. В рамках Всероссийской недели борьбы с инсультом в областную клиническую больницу из Санкт-Петербурга приехал нейрохирург Виталий Киселёв. Он обменялся опытом с врачами и на практике показал, как оперировать даже самые тяжёлые случаи. Вообще операция на сосудах головного мозга является, наверное, одним из самых сложных операций, которые есть в нейрохирургии. Сейчас идёт большое количество выявлений сосудистой патологии в связи с тем, что у нас увеличилось число магнитно-резонансных компьютерных томографов. За два дня мастер-класса врачи планируют провести 9 операций. Важно в кратчайшие сроки вылечить как можно больше пациентов, чтобы не допустить развития инсульта. В последнее время эта проблема стоит особенно остро.